Я бы хотел вместе с вами перенестись в далекий уже 1972 год, когда вы выиграли две коронные дистанции в королеве спорта на бег на 100 и 200 метров. Наверное, сейчас многие из молодых ребят уже не знают, а те, кто знал, может быть, подзабыли, что до вас, со времен великого Джесси Оуэнса, ни один белый бегун не мог выиграть Олимпиаду на этих дистанциях. Скажите, а вас вообще брали в расчет в 1972 году? Кто-нибудь из профессионалов, из специалистов понимал, что в перспективе вы можете выиграть Олимпийское золото? У меня действительно исторически сложилась моя спортивная судьба таким образом, что спринт всегда был популярным видом спорта, видом дисциплины в легкой атлетике. Но, как мне говорили мои друзья, что, наверное, Валера, ты популярный, потому что, пожалуй, единственный, кто выполнил завет Никиты Сергеевича Хрущева, догнать и перегнать Соединенные Штаты Америки. Мне это удалось, правда, планировать таких побед я не стал бы и сейчас, и в то время, потому что всегда у нас был такой уговор с Петровским Валентином Васильевичем ставить посильные задачи. Поэтому задача перед Мюнхеном стояла попасть в финал. А вот если уже попадем в финал, там уже что, Бог даст. Сколько человек выступало в финале? В финале традиционно выступает у нас 8 человек. Но до этого надо было пройти довольно серьезный предварительный отбор. Это забеги, четверть финалы, полуфиналы и потом только финал. Поэтому, с учетом того, что мне пришлось участвовать в беге на 200 метров и в эстафетном беге 4 по 100 метров, за 10 дней участия в Олимпийских играх в своих дисциплинах я потерял где-то порядка 6 килограммов живого веса. Поэтому уехал где-то 84, а прибыл домой с весом 78 килограммов. Поэтому довольно нервная, довольно сложная работа. И тем более, что довольно нечасто белые спринтеры радовали спортивную общественность победами на Олимпийских играх. Как в самой коронной, как мы считаем, дистанции 100 метров. Довольно нечасто или вообще не было после Оуэнса ни одного олимпийского чемпиона белого? В истории у нас есть несколько примеров, когда белые спринтеры побеждали. Но таких спринтеров можно пересчитать на пальцах. Ну, скажем, в Москве Олан Уэллс, но правда в отсутствие американцев. И после вас. Да, был Ливио в Беруте, но это бег на 200 метров, итальянец. Пьетро Минея в Москве тоже 200 метров. А вот среди спринтеров, которые побеждали на 100 метров, ну, пожалуй, трое или четверо. Накануне старта на 100 метров вы прошли квалификационные соревнования. Прошли, видимо, хорошо. У вас появилась мысль, что, черт возьми, может быть рискнуть действительно и выиграть золото? Или вам уже конкретно поставили эту цель, нужно выиграть золото? Задачи мне такой никто не ставил, потому что не было статистической оправданности. Несмотря на то, что я накануне Олимпийских игр не один раз выигрывал у американцев. Я думаю, что тут, скорее всего, больше всего это беспокоило американцев. Потому что они уже почувствовали силу незнакомого белого спринтера, который неоднократно им показал о том, что им тут, пожалуй, придется трудно. Потесниться. Трудно. А может быть даже и потесниться. Поэтому задачу, еще раз повторяю, мне мой тренер Петровский Валентин Васильевич поставил попасть в финал. А вот когда уже мы добежали до 80-го метра, и соперники получили, как у нас в спорте говорят, трамвайную остановку, это полтора метра разрыв. Вот тогда пришла первая мысль. Как вы думаете, какая? Неужели все так просто? Потому что действительно 8 лет подготовки и 10 секунд реализации, и с таким преимуществом события еще в сознании прокручивались. То есть я еще ожидал чего-то, но уже историческое событие ушло в историю. И только через год я начал осознавать, что такое победа на Олимпийских играх в беге на 100 метров. То есть до 80-го метра, вы еще об этом не думали, но когда вот он прошел, вы поняли, что состоится золото. Да, в общем, если вам передать состояние спортсмена, который бежит со скоростью 12 метров в секунду, то первые 30 метров он ничего не видит и не слышит. Поэтому если вы думаете, что на трибуне кто-то кричит, и он слышит, слышно просто фоновый какой-то шум. Вот где-то после 40-го, 50-го метра спринтер ориентируется, в каком он состоянии по отношению к соперникам. И вот уже где-то к 70-му метру там уже идет реальная разборка по занятым местам. Но когда никого нет, никто не шипит, никто не пищит, никто не воет справа-слева, это значит, что они далеко позади. И наглядываться в то время было, наверное, неприлично на Олимпийских играх. В забегах это можно было с тем, чтобы сэкономить силы. А в финале единственное, что вот мне никогда этого не делал, как-то вот так эмоциональный всплеск, мой реализовался в поднятые руки. Хотя я потерял на этом несколько сотых секунды. Продолжение следует...